Вы наверное слышали про такие замечательные игры, как Мутант, Опаньки, Лига Скорости, Клубная Жизнь. Большинство из вас играли в них в далеком прошлом, но этим приложухам пришел конец. Их закрыли. Вся ностальгия убивается за несколько мгновений. Вспомните, как вы раньше играли в эти игры, и теперь их нигде не найдете. Признаюсь, честно, раньше, когда мне было лет 10, я играл в эти игры с утра до вечера, в летние каникулы. А теперь давайте перейдем к топам игр своего старого и доброго прошлого. Ну, а перед подказом топов, подпишись на мой канал и поставь колокольчик, ведь это очень важно для меня. Итак, я снова приветствую вас на моем канале Артем Б, и я решил снять топ 5 игр, в которые мы играли в детстве. Итак, мы начинаем. К топу 5 я отнес игру Корли Ринга. Суровая игра для суровых геймеров. Правило одно, бей или будешь побитым. Короче говоря, в этой игру нужно качать свои боевые искусства, чтобы суметь контратаковать своего соперника и хорошенько втащить ему в ответку. В игре также есть спортзал, где ты должен тренироваться, повышать свою защиту и силу. Ну и конечно же, если у тебя в этой игре были бы друзья, от них можно было бы получать аптечки и энергетики, чтобы быстрее восстановиться и снова выйти на ринг. Одна из самых популярных гоночных игр в социальных сетях, Одноклассники и ВКонтакте. Особую любовь игра приобрела из-за своего формата. Пользователи соревнуются не только с компьютером, но и между собой. На результат влияет множество факторов. Начиная с какой-нибудь лады девятки, ты можешь накапливать бабки, выигрывая реальных людей и покупать более новые модели машин, заканчивая гоночной машиной Бугатти Вейрон. Плюсы в этой игре существуют. Можно настраивать свою КПП, тем самым выигрывая на своей машине соперников как на 402 метра, так и на 804. В этой игре правда только две дистанции, и правильно подобраны машины для разных дистанций. Между машинами, переходя все более к новой и новой машине, идет плавный переход от старых все более к новой и новой машине. Сейчас эту игру попортили, раньше было намного удобнее и интереснее в нее играть. ТОП 3 Я ЗАНЕС ИГРУ СЛЫШЧО Данную игру некоторые считают клоном известной игры Тюряги. Поскольку обе игры эксплуатируют одну и ту же идею, одним из преимуществ СЛЫШЧО можно считать и систему мягкого доната, что резкость для социальных игр. СЛЫШЧО Это не только вопрос, который мы слышим с детства на районе, это еще и приложение ВКонтакте. Стань самым четким пацанчиком на районе, посиди на картонах, поплю семок с братвой, накопи на новую бэху и понтуйся перед своими братанами. Четкая игра была в свое время, но на данный момент эта игра не работает, так как ВКонтакте больше не поддерживает флешплеер. Жаль, конечно, очень обидно, но мы не останавливаемся и переходим к ТОПУ-2. ТОП-2 ТОП-2 ТОП-1 Главный способ получить их – ограбить сектор соседа. Для этого в игре есть десятки различных юнитов. Кибер-псы, танки, орбитальные пушки и боевые крейсеры. Ты можешь не только ограбить чужие секторы, но и дружиться с ними и обмениваться ресурсами. ТОП-1 Зомби-ферма. Многопользовательская браузерная игра, которая была создана белорусской компанией Wiser Interactive. Главный герой игры дружелюбный зомби, который хочет стать человеком. Но достичь этой цели непросто. Для начала надо хотя бы выбраться с острова, на котором он заточен уже многие годы. К счастью, у персонажа есть верные помощники, местное племя зомби, избравших его своим вождем. Игровой процесс зомби-фермы представляет собой типичную стратегию фермы, в которой вы выращиваете растения, строите различные здания, помогаете друзьями, колдуете над внешностью своего героя. Но есть, конечно же, и некоторые отличия, так как эта игра может похвастать не очень обычным оформлением. Здесь все посвящено теме зомби, загробной жизни и прочих кошмаров, но при этом выполнено довольно мило и невинно, так что ночные кошмары вам не грозят. Важное заявление. Полгода назад в официальной группе зомби-фермы разработчики заявили, что у игры испортился баланс. Они перестали уходить в плюс по деньгам и в связи с этой проблемой, они тратят на свою игру больше, чем от нее приходят. Они сказали, что из-за ботов у них разрушилась экономика игры, а из-за всяких поблажек для игроков, которым они дарили бесплатные подарки, игроки привыкли к халяве. И когда разработчики урезали те подарки, начали уходить люди из игры. Что по им словам, для них это очень стало затратным. Но и причина закрытия игры, хоть в нее играли 11 миллионов человек, по словам разработчиков и по мнению самих игроков в игре стало очень мало людей. Это нехватка игроков. Теперь приложение висит на ниточке. Разработчики решили сделать одно условие для своих игроков и сказали следующее. Сервера отключат, когда количество активных игроков будет критически маленьким. Точной даты отключения серверов у нас нету, потому что это все зависит от вас. Мы впервые закрываем игру и не можем спрогнозировать, как быстро вы прекратите играть. Пока вы с нами, сервера будут работать. И конечно же, перед тем, как это случится, мы вас предупредим. Платежи мы отключим за пару месяцев до отключения серверов. До этого момента акции и распродажи будут проходить в обычном режиме. А на этом, пожалуй, все. Хочется сказать спасибо тем, кто посмотрел мой видеоролик до конца. Ладно, не важно, может быть не до конца. Короче говоря, просто спасибо за то, что посмотрели мой видеоролик. Поставьте лайки, не забудьте предложить свои варианты и игры, которые я могу снять в следующем видео. До новых встреч!